Уважаемый Сергей Борисович, большое спасибо за ваше участие в работе нашей военно-промышленной конференции. Рад также сообщить уважаемым участникам конференции, что в ее адрес поступили приветственные послания от руководителей Палат Федерального Собрания Валентина Ивановна Матвиенко и Сергея Евгеньевича Нарышкина. Решите мне перейти уже к основной части своего выступления. Хочу напомнить, что с момента образования военно-промышленной комиссии уже с этим названием, в этом статусе и в этом виде, ее последовательно возглавляли такие выдающиеся деятели, выдающиеся организаторы нашей оборонной промышленности, как Дмитрий Федорович Устинов, Леонид Васильевич Смирнов, Юрий Дмитриевич Масляков, Игорь Сергеевич Белоусов. Мы всегда будем помнить их имена, имена всех наших великих отцов и дедов, которые обнажали мощь и славу нашего Отечества. Сергей Борисович Иванов не случайно столь подробно остановился на истории создания военно-промышленной комиссии. И дело здесь, конечно, не в том, что надо дать дань статусу нашего юбилейного мероприятия. Нет, дело в другом. Мы не можем не видеть того, что происходит в мире. Военная сила по-прежнему востребована, а угроза ее применения является одним из наиболее важных факторов решения политических и экономических глобальных вопросов. Никуда не исчезли и рудименты холодной войны, как организационные рудименты в виде НАТО, так и пропагандистские типы русофобии. Западная цивилизация в условиях обмеления ресурсов не собирается отказываться от того высокого уровня потребления, к которому она так давно уже привыкла. А это будет означать новое ужесточение мировой борьбы за доступ к этим ресурсам. Тем временем на арену глобальной борьбы выходят новые гиганты, а у них такие же гигантские, соответствующие их размерам и амбициям. А потому 21 век не покажется нам легкой прогулкой по проспекту. Пожимая руку своим партнерам стальным кулаком в лайковой перчатке, Россия должна демонстрировать миру свою твердую решимость, отстаивать мир и свое в нем достойное место. За нас никто нашу работу не сделает. Родина выделила огромные средства на развитие российского оборонно-промышленного комплекса и на перевооружение российских вооруженных сил. Но надо помнить, что это народные деньги. И народ вправе знать, что потратим мы их эффективно и результатом нашей работы будет не только стабильная и своевременная поставка в войска всего необходимого для их перевооружения, но в целом результатом должна стать новая индустриализация России. И сделать это без учета опыта работы советской ВПК, оборонных отраслей советской промышленности, без извлечения и усвоения уроков прошлого периода невозможно. И здесь бы я остановился на пяти извлеченных уроках. Ведь только прилежные ученики могут стать хорошими преподавателями. Итак, урок первый. Это успешный опыт применения принципа программно-целевого планирования. В период с 1963 по 1990 год в Советском Союзе была отстроена четкая система организации взаимодействия Министерства обороны и промышленности по концептуальным вопросам создания вооружения, военной и специальной техники на основе программно-целевого планирования. Она предусматривала прогноз развития ВВСТ вероятного противника, оценку научно-технических и производственных возможностей отечественной промышленности, формирование долгосрочной программы создания вооружения военной и специальной техники и составление перечня необходимых НИРов и ОКРов. Эта работа выполнялась совместными усилиями предприятиями промышленности под руководством головных НИИ и институтами Министерства обороны. При этом промышленность в большей мере акцентировала внимание на научно-техническом и промышленном потенциале, тогда как институты Минобороны развивали стратегию и тактику предотвращения угроз со стороны вероятного противника. Информация обеих сторон процесса интегрировалась на верхних этажах государства, где и принималось окончательное решение. Тактико-технические задания на образцы вооружения и военной техники все этапы проектов образцов проходили обязательную экспертизу в головных институтах оборонных отраслей, что позволяло находить разумный компромисс между возможным и желаемым. После 1991 года решение концептуальных вопросов прогнозирования создания вооружения и военной техники было полностью передано военному ведомству. Руководители видов вооруженных сил стали принимать решение о создании новых образцов в лучшем случае на основе обсуждения этих вопросов с генеральными конструкторами. Ну и естественно они продвигали профиль своих собственных конструкторских бюро. Результат в многотипе дублирования, распаления средств и как итог отсутствия серийного производства. К сожалению, поныне система бюджетирования во многом предусматривает разделение установленного военного бюджета между видами вооруженных сил с предоставлением командованию видами право распределения средств в интересах своего вида. Такой способ подготовки оборонного бюджета неэффективен. Правильное решение выбора основных систем оружия мог быть принято только исходя из стратегических целей в области национальной безопасности, но никак не задач развития отдельного вида вооруженных сил. Кстати, именно такой подход к организации дела позволит нам создать новые системы оружия, способные к универсальной работе в самых разных средах. На воде, под водой, в воздухе, в космосе, на суше. Второй извлеченный урок. Нам надо действительно разобраться с угрозами на стратегических направлениях, четко определить, кто и какой у нас вероятный противник, и оформить такие сочетания вооруженных сил и военно-технических средств, которые смогут воспрепятствовать этим угрозам, как симметрично, так и асимметрично. Только после этого можно понять, какие вооруженные силы нам предстоит построить, какова при этом миссия конкретного вида вооруженных сил, какие военно-технические решения искать и какие исследования заказывать. На базе общего видения будущих военных конфликтов должны формироваться типовые ситуации применения вооруженных сил для каждого из этих конфликтов на различных его стадиях и этапах. А обоснование потенциального гипотетического облика нового средства вооруженной борьбы должно проводиться на основе глубокого всестороннего анализа этих типовых ситуаций. При этом после завершения формирования облика этого гипотетического средства вооруженной борьбы, гипотетического изделия, необходимо оценить его техническую реализуемость. Рассмотрим этот вопрос парирования угроз с точки зрения организации на них военно-технического и оборонно-промышленного ответа. Первое. Условно угрозы нашей безопасности можно разделить на три типа. Первое. Исходящие от более сильного противника или, что еще хуже, от коллицы агрессивно настроенных государств. Второе. Угрозы, исходящие от равного нам по силе противника. И третье. Угрозы со стороны более слабого противника, коим может оказаться как государство с безответственным и агрессивным политическим режимом, так и вовсе не государство, а, скажем, бандформирование или, как их величают на Западе, повстанцы. Понятно, что в каждом конкретном случае речь пойдет о совершенно разных масштабах и способах ведения вооруженной борьбы. А значит, о выборе различных инструментов отражения агрессии. Но есть один универсальный инструмент, который нам понадобится при всех возможных сценариях развития ситуации. У нас огромная страна с протяженными границами и одновременно очень сложная демографическая ситуация. По самым оптимистическим оценкам, для того, чтобы быть готовым отразить все возможные угрозы, нам нужна армия в пять раз больше того, чем есть сейчас. Но это невозможно. Следовательно, нужно в первоочередном порядке создавать вооружение, позволяющее нашему солдату воевать за пятерых, видеть врага раньше, чем он увидит нас, поразить его надежнее и на большем расстоянии, чтобы он не имел возможность поразить нас. Именно на создании техники подобного рода, универсально применимой при всех возможных сценариях, мы предлагаем в первоочередном порядке сосредоточить наши материальные и людские ресурсы. Эти средства вооруженной борьбы должны создаваться на принципах роботизации и автоматизации. Как вы понимаете, речь идет о беспилотных, воздушных, наземных, надводных и подводных комплексах вооружения. Они должны создаваться с опорой на автоматизированные средства разведки и цели указания, радиоакционные, радиотехнические, оптически активные и пассивные всех диапазонов, и быть увязанными в единые комплексы. Что касается группы предприятий, которые специализируются на создании средств стратегического сдерживания, то им предстоит сосредоточиться на отработке принципиально новых, оригинальных идей, которые в корне изменят наше представление о боевых действиях в глобальной войне. Эти идеи еще нужно сформулировать и воплотить их в металл в виде демонстрационных образцов. Это позволит сформировать научно обоснованный взгляд на формы и методы вооруженной борьбы с более сильным противником. Третий урок состоит в том, что наши отцы оставили нам фундаментальную науку и 30-летний научно-технический задел, который позволяет до сих пор черпать в нем знания и технологии для создания современных вооружений. Но его запасы стремительно тают. Теперь уже нам надлежит заложить в закрома Родины интеллектуальное богатство нашей науки и конструкторской мысли. Надо немедленно восстановить методологию создания образцов вооружения и военной техники, при которой ход разработки конкретного образца можно проследить от проведения фундаментальных исследований через прикладные и опытные конструкторские работы до серийного производства. Первым этапом на пути решения этой проблемы могла бы стать реализация подготовленной Российской академии наук и научно-техническим советом военно-промышленной комиссии программы фундаментальных и поисковых работ в интересах обороны и безопасности. Организационно данную программу мы планируем реализовать в рамках ФЦП ОПК, с тем, чтобы ее заказчиками от промышленности были генеральные конструкторы, а научные институты обеспечили бы ее реализацию, создавая задел на будущее. К решению этой задачи считается сообразным привлечь фонд перспективных исследований, попечительский совет которого сейчас заканчивает работу по организационному оформлению и началу работы этого фонда, с которым наша промышленность связана с большой надеждой. В этой связи хотел бы высказать недоумение по явлению информации о подготовке поправок к положению о премиях правительства Российской Федерации в области науки и техники, которыми предполагается уполовинить эти премии, вручаемые за выдающиеся научные достижения в интересах обороны и безопасности. Мы, военно-промышленная комиссия при правительстве Российской Федерации, таким новациям рады не будем и их не ждем. Четвертый урок. Кадры решают все. Кадры проблемы в ОПК сейчас являются главными. От того, как и когда она будет решена, зависит реализация всей нашей политики по развитию ОПК. В последнее время у нас появились первые поводы для осторожного оптимизма. На финишной прямой находится работа над проектом программы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров на период 2013-2020 года. Ее реализация предусматривает софинансирование при подготовке кадров со стороны ведущих организаций оборонно-промышленного комплекса. Но более подробно об этом, я надеюсь, остановится представитель Миноборнауки. На особом контроле правительства и его ОПК находится вопрос создания системы дополнительного профессионального образования. Как уже сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, она позволит нам в течение 7 лет осуществить переподготовку и повысить квалификацию около 200 тысяч инженерно-технических работников оборонно-промышленного комплекса. По итогам 2012 года в исследовательских и инжиниринговых центрах России уже прошли стажировку по специально отобранным программам 1255 участников, за рубежом 472 человека. В 2013 году число стажеров планируется удвоить. По итогам реализации всей программы планируется обеспечить стажировку не менее 4500 специалистов в России и не менее 2000 за рубежом. В этих целях активизируется взаимодействие организации ОПК с техническими вузами вне открытых дверей и круглых столов, включая подготовительную работу по отбору кандидатов на участие в стажировке. Перед вами, уважаемые руководители оборонно-промышленных предприятий и наши главные генеральные конструктора, мы ставим задачу наладить теснейшие связи с вашими кадровыми донорами, с техническими вузами, помогать им с учебно-производственной базой, возглавлять и организовывать работу профильных кафедр. Для вас это не факультатив, а основная часть вашей работы. Безусловно, помимо возможности творческой самореализации, важным в решении кадровой проблемы ОПК всегда было постоянное повышение уровня жизни работников в оборонном секторе, которое определяется, прежде всего, уровнем заработной платы и размером соцпакета. Здесь следует отметить тесную взаимосвязь между объемами гособоронного заказа в организациях ОПК и ростом доходов их работников. В частности, благодаря осуществляемым мерам по росту государственного оборонного заказа и господдержке системообразующих стратегических организаций ОПК, заработная плата работников ОПК за последние три года возросла почти в 1,4 раза. При условии сохранения объемов закупок вооружения и военной техники к 2015 году в ОПК прогнозируется повышение заработной платы в 1,5 раза, а к 2018 году в 2 раза по сравнению с 2011 годом. В настоящее время организации ОПК испытывают потребности в специалистах различного профиля. Большинство организаций требуются инженеры различных специальностей, преимущественно инженеры-конструкторы, недобор их 22%, и инженеры-технологи, дефицит их 17%. Также имеется потребность в работниках рабочих профессий, среди которых острая нехватка токарей, слесарей и наладчиков станков. Здесь потребность у нас 40%. Эти кадры нужно готовить в России, но также и искать за рубежом, прежде всего в странах ближнего зарубежья, среди наших соотечественников. Еще раз говорю, мы не будем покупать за рубежом готовую продукцию военного назначения. Самый нужный современный нам все равно никто не продаст. Но мы готовы покупать технологии и их носителей. Светлые головы и золотые руки, организуя их переезд в нашу страну. В решении вопроса импорта мозгов, мы готовы предоставлять высоко квалифицированным специалистам вид на жительство, право на работу. И думаю, что руководство страны нас поддержит в вопросе предоставления гражданства такого рода лучшим специалистам, в которых у нас есть большая потребность. В конце концов, нам нужна именно такая полезная трудовая миграция, а не полчища нелегалов. Пятый выученный урок – это урок математики. Вы видите, как в целях эффективного выполнения ФЦП и ОПК и снижения негативного влияния финансовых пиков правительством оперативно реализуются меры государственной поддержки тех организаций оборонки, которые осуществляют инвестиционные проекты. Федеральным бюджетом предусмотрены госгарантии в 2013 году на реализацию проектов ФЦП и ОПК с использованием кредитов на сумму 31,5 млрд. рублей и субсидий в размере 441,6 млн. рублей. Дополнительно, в соответствии с решением правительства Российской Федерации, организациям ОПК предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и Внешнеэкономбанке на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции. В федеральном бюджете на эти цели в 2013-2015 годах зафиксировано 3 млрд. рублей. В интересах создания и производства нового поколения вооружения и военно-техники мы будем разжигать конкуренцию в конструкторской мысли и технологическом исполнении заказа, активно завлекая в реализацию гособоронзаказа частный и национальный капитал. В военно-промышленной комиссии нами создан совет по государственно-частному партнерству, о его работе более подробно расскажет министр Абызов Михаил Анатольевич. Приток свежей крови тонизирует состав участников исполнения гособоронзаказа. Мы надеемся, что он убьет как класс монополистов, шантажистов и спекулянтов и позволит разделить риски государства с бизнесом в вопросах внедрения новых конструкторских и инженерных решений. Замахнувшись на цель полномасштабного перевооружения не только армии, флота, но и всей оборонной промышленности, мы должны понять, что этого не сделать без пересмотра некоторых наших традиционных представлений о кредитно-финансовой политике. Меня всегда удивляло, почему самые бравые российские либералы, как только дело доходило до поддержки российской промышленности, становились самыми тугими консерваторами, иногда даже и мракобесами. Да, правительство действительно готово к оптимизации расходов организации оборонно-промышленного комплекса на уплату процентов по кредитам, привлекаемым ими под госгарантии для целей реализации госпрограммы вооружения, в частности ограничению процентной ставки, исходя из ставки рефинансирования Центробанка плюс полтора процента. Но не пришло ли время для начала серьезной дискуссии о том, что длительные по исполнению оборонные заказы, гарантированные государством, должны обеспечиваться недорогими длинными кредитными деньгами? Разве можно поднять промышленность, суживая ей деньги под 10, 12, 13 процентов? Не уверен. А вот под 4, 5 процентов? Можно. Точно можно. Стабильность и финансово-экономическая система государством можно добиться не только сокращением неэффективных государственных расходов, что правильно, но и за счет роста доходов, что правильно вдвойне. А такой рост доходов государству может дать только стабильно и азартно работающая национальная промышленность. В заключении хочу отметить, какие основные задачи мы должны решить в ближайшей перспективе. Основные из них уже обрисовал Дмитрий Анатольевич Медведев. Назову следующие. Первое. В течение нынешнего, 13-го года подготовить и принять всю необходимую нормативно-поровую базу для того, чтобы в полную силу, в полный рост заработал принятый и подписанный президентом закон о государственном оборонном заказе. Я только что подписал план реализации этих мер, план подготовки и принятия постановлений правительства по вводу в действие этого закона. Надеюсь, что мы от этого плана не отойдем ни на один день. Первое. Безусловно, это позволит нам уже с 2014 года дать Министерству оборонной промышленности гибкую систему контрактации на производство сложной высокотехнологичной техники. Второе. Запустить работу фонда перспективных исследований. Я еще раз говорю, большие надежды мы связываем с работой этой новой структуры. Третье. Приступить к реализации программы фундаментальных и поисковых исследований в интересах оборонной безопасности. Четвертое. Сформировать новые кредитно-финансовые механизмы стимулирования промышленности. Пятое. Сформировать оптимальную структуру ракетокосмической промышленности и активно внедрять в оборонку идеологию создания центров компетенции, а также крупных эффективных интегрированных структур. Уверен, что переход к стабильной работе предприятий и внедрении единой технической политики позволит нам радикально поднять качество производимой нами продукции. И самое главное. Президент России Владимир Владимирович Путин в своих предвыборных статьях и первых после инаугурационных указах поставил перед правительством и промышленностью задачу обеспечить вооруженной силой страны современной и ультрасовременной техникой. И речь идет не об оружии сегодняшнего дня, а о технике будущего, которая пока существует лишь на кончике конструкторского карандаша. Создавать такую технику невозможно без новых материалов, нового оборудования, технологий, основанных на принципиально новых подходах в организации нашего дела. Реализацию, поставленную президентом задачи, мы решили увязать с новой программой вооружения ГПВ-1625, в которой планирование перспективных образцов станет возможно лишь после проведения необходимых материаловедческих, технологических, производственных и других ниров. Они определяют полный спектр возможностей государства. Фундаментальная наука должна стать повитухой, повивальной бабкой промышленности, готовой принять роды новой индустриальной России. Горизонт научного задела должен быть раздвинут с 3-5 лет, как сейчас, на 20-30 лет вперед. Не стоит бежать за мощной спиной преуспевающего и самодовольного супостата. Надо смело резать угол и кратчайшим путем выходить к цели. И помните, мы одной крови. Инженер, конструктор, рабочий, класс творцов, интеллигентов, тружеников. На вас вся надежда будущей великой страны. Слава России!